Привет! Сегодня я вам покажу свой заказ, сборный с сайта wildberries.ru И как вы уже можете видеть, у меня на экране сейчас присутствует подставка под ароматические палочки благовония Сделана она сама из дерева Ну и непосредственно две упаковочки благовоний Кстати говоря, очень хорошая цена на них была на сайте Это у нас лесные цветы, как вы можете видеть, forest flower И здесь у нас, по-моему, 12 штук Кстати говоря, все приходит в упакованном виде Это я уже сама все отклеила, пахнут они достаточно приятно И что же хочу сказать Все приходит запаковано, упакованно Я все проверяла, хотя читала отзывы, что у многих идет недовложение данных палочек Но фактически все присутствует И второе это у нас dragon blood, кровь дракона Здесь у нас в аромате идут тоже ночные цветы, что-то из этой серии Плюс там ладан, сандал и какие-то еще компоненты Очень приятный аромат, даже если вы не зажигаете То есть вы можете просто положить вещи или в шкафчик И ваша одежда, конечно, будет очень приятно пахнуть Цена на данные благовония была не очень большой Тем более была очень хорошая скидка На сайте 20% плюс скидка консультанта У каждого она своя Ну как скидка консультанта, конечно же речь идет о скидке постоянного клиента Вот, и давайте посмотрим остальное Также были куплены бронзер фирмы Belle Изготовлено это в Польше Давайте сейчас посмотрим Так, куда-то я убрала ножнички Не могу найти Вот такие вот румяна Посмотрите, они очень маленькие То есть моя ладошка и данные румяна Вообще это больше похоже, конечно, на тени Многие клиенты, покупатели писали отзывы о том, что вообще непонятно, что это за продукт Но, честно говоря, судя по размеру, действительно не совсем понятно Все эти четыре компонента Здесь 4,8 грамм Гипоаллергенная пудра Сделана она в Польше, по-моему, если я не ошибаюсь Там Made in Poland Я еще ее не тестировала И вот мы сейчас с вами первый раз открыли И давайте посмотрим, что же она из себя представляет Конечно, сейчас не очень хороший вариант вот таким вот образом брать Наносить Но первое впечатление Очень мягкое на ощупь Очень мягкое Больше похоже на кремовую текстуру И мы сейчас с вами видим почему-то только три оттенка Но два из них смешались И скорее всего, что на кисть она будет наноситься так же Вот таким вот Вот в таком вот формате Не знаю, надеюсь, сейчас камера передает Попробуем немножко сфокусировать И тем самым можно просто смешивать оттенки И вы можете видеть некое сияние Кстати говоря, по сочетанию цвета мне очень нравится это сочетание Вы видите, что оно очень легко миксуется Посмотрите Ну, разница, в общем-то, есть Есть разница И она очевидная Очень мне нравится, что именно очень мягко наносится Данный продукт очень мягкий Это опять же хочу сказать Именно на руках То есть вы видели, что можно, в принципе, пальчиками наносить И передается это прям вот очень хорошо на кожу лица То есть это, в принципе, можно делать даже без кистей Также этот продукт наверняка можно использовать и как тени Ну, может быть, и даже я попробую сделать макияж с данным продуктом Ну, об этом я уже расскажу чуть позже Кто покупал продукцию компании Bell Пишите отзывы, что вам понравилось Я еще присматриваю себе все-таки пудру матирующую Расскажите Потому что я вообще, честно говоря, первый раз об этой продукции слышу Но знаю, что косметика в Польше достаточно неплохая Так, ну, убираю сразу Убираю сразу, отодвигаю копачки Отодвигаю наши благовония Чтобы показать, конечно, самые главные покупки Благовония, конечно, очень приятно пахнут Данная, кстати, вот Подставочка пришла вот в таком вот чехле Так что все было упаковано, запаковано Ну и давайте приступим к самому главному Конечно же, самая первая Эта посылочка была для меня Я купила кеды тряпичные из хлопка Фирмы Кросби Честно говоря, первый раз покупаю продукты этой компании Ничего не могу о них сказать Раньше покупала кеды Если вы смотрите мой канал Вы знаете, что я очень люблю кеды Фирмы М25 И Набара Но больше, конечно, М25 Но так как у них в этом сезоне Не очень большой выбор по качеству товаров Я думаю, что это связано с Вирусом, который ходит По всему миру Коронавирусом Соответственно, из-за этого Все поставки Скажем так, сокращаются Ну и давайте начнем Я уже все это померила, конечно же Цвет сейчас камера немножко передает Не такой Потому что кроссовки Точнее кеды Они такого очень бледно-розового цвета Здесь у нас есть вкладочка Что это хлопок Только стопроцентный Вот Опять же повторюсь Первый раз Беру эту обувь в кроссбе И что же хочется сказать Ну, во-первых Давайте по запаху скажу Никакого запаха резины В помине нет Подошва здесь ровненькая Сороковой размер Размерная сетка была указана на сайте Так что выбор достаточно простой Шнуровку можно, как вы понимаете, поменять Что мне, честно говоря Ей не очень нравится Но это, скорее всего, свойства и дизайн данных кеды Ну, первое Это, конечно, вот эта вот тонюсенькая ткань Да, то есть это не парусина Это очень тоненькая ткань Такая необработанная Но это, конечно, в стиле такого кэжуал Но нравится, что здесь прошито все Подошва, конечно, проклеена, как вы можете видеть Хочу вам все показать И что не очень так же нравится Так это то, что здесь, как вы можете видеть Не очень понятный, скажем так, пальчик То есть если, допустим, вы взяли вам чуть большие То есть это провал будет виден То есть здесь нет четкого держания данной ткани Вообще очень странно Потому что здесь вроде бы такого нет Ну, посмотрим В принципе, они неплохие На сайте есть еще вариант в таком же голубом оттенке Даним Вот, давайте посмотрим второй ботиночек Ну, я повторюсь, что я уже все открывала Все смотрела Все здесь достаточно четко Сейчас я вытащу, вам все покажу Данные кеды, кстати говоря, по цене Они шли по очень хорошей бюджетной цене 800 рублей 850 рублей, по-моему Ну, это со скидкой 20% естественно То есть цена очень хорошая У меня обычно такие кеды за такую цену я покупаю себе на сезон Я ношу их и с платьем, и с брюками И с шортами, в общем, с юбками Поэтому данный вариант очень неплохой Если кто себе присматривал именно ткани Из хорошей ткани Опять же, я не могу ничего сказать Кто вообще носил кеды Именно из ткани, да, 100% хлопка Поделитесь, пожалуйста, своим мнением Как они вообще в носке Потеют ли нога Вот Расскажите Просто даже честно интересно стало Вот, не могу ничего сказать Про то, что с ними будет, если я их постираю Пока очень сложно сказать Но вы видите, что здесь западают пальчики Да, то есть вот это уже мне не очень нравится Но, собственно, посмотрим Тут торчат небольшие ниточки Но это не критично Поэтому, собственно, вот такие вот кедики За 850 рублей на лето И поехали с вами дальше Надеюсь, успею все показать Следующая партия Это две пары кроссовок Это не мои кроссовки Человек заказывал себе Вот Кроссовки компании Yumi Yumi Shoes Также Мне тоже стало интересно Кто покупал ранее Поделитесь также своим мнением Сейчас, честно говоря При вас первый раз открываю Не открывала Ну и давайте посмотрим Сейчас все вытащу из коробки Чтобы мы с вами могли Все уже это лицезреть Не шуршать Та-дам Итак Мы с вами видим сейчас кроссовочки Кстати говоря Они особо ничем не пахнут Сразу скажу Запаха особого нет Первое, что кинусь мне в глаза Так это достаточно вот здесь Вот плотная ткань Но там еще у нас лежит бумажка Не знаю, есть ли смысл ее доставать Давайте попробуем Рассмотрим уже все как есть Итак Во-первых Здесь Вот здесь в начале Если вы слышите Немножко прогибается пальчик И там скорее всего Есть какая-то ткань Помимо этой сеточки С виду, кстати говоря Они выглядят достаточно стильно Здесь на сайте представлено Несколько оттенков И в розовом оттенке И в белом Вот такая вот рифленая подошва Надеюсь, сейчас вам Очень хорошо видно Пытаюсь сейчас сфокусировать Опять же, только склейка идет Очень удобная пяточка Кстати говоря, здесь есть Вот такая вот подошва Которая, в принципе При нажатии Должна давать Некую амортизацию Но Опять же Все зависит от веса И от Вашей ходьбы В принципе Амортизация есть Но Также есть вероятность Что Для вас Она будет Слишком твердой Поэтому Вы всегда можете Дополнительно Купить стелечки Специально с амортизацией Наверняка знаете Вот Но кому-то подойдет И такой формат Это все зависит Опять же От человека Так Ну и Что же хочется сказать Конечно Достаточно Такие Бюджетные кроссовочки Они около 1500 По-моему Стоят Честно говоря Сейчас не буду Выдаваться в подробности Это каждый Может из вас Зайти на сайт И посмотреть Смотрятся они Достаточно стильно Очень Опять же Повторюсь Удобная Такая подошва Но Пяточка Сама Смотрится Вот так Вот Ну Опять же Что с ними Будет происходить Если вы вдруг Попадете под дождь Никто не знает Это единственный Вариант Проверить Поэтому Конечно Специально проверять Можно и проверить Но если вдруг Попадете под дождь Я думаю Что ничего С вашей обувью В данном случае Не случится Хотя Там есть Какая-то Подкладка Не могу понять Хотя нет Вот здесь На пальчике Такое ощущение Что что-то Вшито Типа Знаете Как картонки Или Какой-то Слышите Наверное Да Или Какой-то Материал Который При Именно Когда пойдет Дождь Или там Случайно Не знаю Намочите Их Не важно Не дождем А просто Да У вас Намокнет Есть вероятно Что у вас Вот эта вот Картоночка Она Неизвестно Что с ней Кстати Случится Вот Вот такие вот Ботиночки От компании Юми Точнее Не то чтобы Именно ботиночки А кроссовочки Ну Выглядят Конечно Они Неплохо Но Именно Вот черного цвета Я наверное Себе бы не взяла А вот Нежно-розового Или белого Почему бы и нет Достаточно Так Стильненько Все-таки Смотрится Конечно Неплохо И последняя Пара кроссовок Из компании Юми Кстати говоря Это конечно Должны быть Вообще Мощные Просто Кроссовки Так Открываем Очень аккуратно Надеюсь Батарейка Не сядет Я успею Все показать Давайте Компочки Посмотрим Так У меня села батарейка Поэтому Быстренько Вам покажу В принципе Они ничем Не отличаются От предыдущих Кроссовок Вот Но здесь Подошва Такая же Амортизация Здесь Та же Как и в предыдущих Не могу сказать Что она Прям супер Мягкая Но в принципе Неплохая Смотрятся Они тоже Неплохо Но Надо смотреть Именно В носке В принципе За свою цену Тоже где-то В районе 1300 рублей Выглядят Они абсолютно Неплохо